Всем доброго времени суток! Сегодня мы с вами поговорим о продолжении. У нас с вами будет сегодня вебинар для новичков, часть четвертая. Это не планерочка, не поменяла название, прошу прощения. И кто был на прошлом вебинаре, у нас сегодня будет с вами немножечко такой разговор. Мы с вами разговаривали о том, на позапрошлом вебинаре, что вы должны скачать свои видео с YouTube и установить их на YouTube-канал. И, конечно же, мы с вами не обсудили, что, конечно же, три видео на YouTube-канале пусто. Это во-первых. И, во-вторых, видео, которые у вас на вашем YouTube есть, они должны быть или ваши, или ролики должны быть профессиональные. И мы с вами, почему-то я упустила такой момент, и девочки начали качать вебинары директоров друг у друга и загружать их на свои каналы YouTube. Кто это делал, поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто этого не делал, поставьте, пожалуйста, минусики. Вот такая вот у нас с вами получилась дилемма. Плюсики, минусики. Жду от вас, дорогие коллеги. Ага, на вебинаре минусики, да. Ну вот, смотрите, все, наверное, видели, я разослала сообщение в Скайпе, да. И в этом сообщении говорится о том, что для ведения YouTube видео на канале должно быть именно свое. Но общие рекрутинговые видео можно и нужно, общепроектные. Они смотрятся более профессионально. И, конечно же, можно закачивать рекламные красивые ролики от самой компании Фаберлик. Также их обязательно переименовывать. Вот, и общие, да, молодцы, молодцы. Их можно только переименовывать. И, конечно же, почему обучалки и обзоры по продукции нужно только свое закачивать, это на самом деле очень важно. Важно почему? Потому что, во-первых, закачав чужой обучающий ролик, вас люди просто перестанут уважать. Это, во-первых. Да, также, что еще хочется сказать, что уважайте спикеры, труды спикеров. Это тоже очень важно. Да, вот. И, конечно же, которые вы вести, будете ролики выгружать на свой канал, они должны быть у вас именные. Во-вторых, это, во-вторых, то есть, да, это было. В-третьих, это, конечно же, спикеры. Такие спикеры, как видеоблогеры, они, понимаете, зарабатывают на продажах, на просмотрах. И им не выгодно, чтобы вы у них скачивали ролики, и они просто будут на вас жаловаться. Ваш YouTube-канал будут блокировать. YouTube-канал раскрутить не так уж и легко при нашей конкуренции, да. Нужно быть оригинальным, интересным. И, конечно, репутацию своего канала нужно беречь, чтобы его не заблокировали. Первый раз канал блокируют на полгода, и вы не можете грузить ролики более 15 минут, а это как бы минус, в принципе, да, нам на канал. А второе, это уже у нас с вами получается блок практически навсегда, да. То есть, на ваш канал могут вообще запретить что-либо выгружать. Вот. Поэтому обязательно обучай обучалки свои, видеообзоры свои. Я давно не смотрела вебинары, не было возможности, и пока не понимаю, что надо. Вот, Ириночка, есть записи частей, так что давай не будем останавливаться. Каждая часть минут по 40, их было 5, поэтому я просто хочу, чтобы ты их посмотрела и поняла, о чем я говорю. А те, кто уже был, напишите, пожалуйста, номера частей, на которых вы были. Вот, потому что, в принципе, сейчас я важные вещи говорю. Напишите просто, да, присутствующие вебинары, на скольких частях вы успели побывать. Да, вот сейчас 110 человек на вебинаре. Ага, кто-то на пятой части успел побывать с первой. Молодцы, просто великолепно, просто здорово. Ой, какие умницы, так приятно. Молодцы. Да, и, конечно же, вы можете не только выгружать на свой YouTube канал ролики, вы можете также выгружать какие-то планерочки, какие-то созвончики с новичками, показывать, как вы с новичками со своими созваниваетесь, да, и все такое прочее. И, конечно же, хочется сказать, что на интернет-проекте «Фаберлик онлайн», что у Татьяны Сафроновой, что у Николая Андрейка, что у меня, Николана Новой, да, то есть мы выдаем ссылочки, вы можете бесплатно там сколько угодно проводить планерочек. Конечно, все есть, Анастасия. Бесплатно сколько угодно проводить планерочек, каких-либо созвонов, снимать какие-либо видео, если вам это хочется и так далее, и так далее. То есть мы вас всем этим обеспечиваем, это все для вас будет бесплатно, поэтому обращайтесь к своим директорам, и директора уже определят, к какому из основателей проекта вам обратиться, чтобы вы могли получить бесплатный доступ на комнату, да, то есть все через директоров. Вот, поэтому поставьте, пожалуйста, мне плюсики, если у вас вопросы именно по этой теме, то есть плюсики-минусики, или задайте обязательно вопросики, потому что тема очень важная, и у нас так получилось, что мы с вами почему-то вот этот момент именно упустили. Сейчас перед вами демонстрация экрана. Я сейчас открываю новую вкладку, выхожу в сообщество Фоберлик, и мы сейчас с вами будем смотреть, где брать ролики, которые можно качать на свой канал YouTube. Я нажимаю «Войти», я нажимаю «Войти», да, это мой личный кабинет, и тут мы уже будем видеть в разделе «Видео». Так, что-то долго грузится, но это, наверное, из-за демонстрации экрана так долго грузится, я думаю. Вот, да, смотрите, тут есть продукция и видео о продукции. Вот эти все ролики вы можете прям в живом режиме выгружать, только самое главное, их нужно переименовывать, да. Ну, вот, допустим, давайте возьмем порошок, да, давайте возьмем порошок, мы включаем, да, это видео, оно у нас сейчас с вами пойдет. Я сейчас поставлю на паузу. И вот тут вот есть переход на YouTube. Мы с вами устанавливали программку, которая скачивает видео с YouTube, да, и с этой программкой вы можете скачать, когда оно у вас появится. Вот, видите, скачать. У меня скачивается сюда, да, у кого-то скачивается вот тут вот, да, в принципе, без разницы, у кого где. Вот, видите, у меня уже скачалось. Дом Фаберлик, сконцентрируйся на результате. Я нажимаю «Открыть папку с файлом». Вот она, эта папочка с файлом, да, вот видите, дом Фаберлик. Я нажимаю «Выгрузить видео». Вот эта штучка-стрелочка, или тут будет загрузить видео. В принципе, без разницы, да. Вот, и это видео я просто сюда перетаскиваю, да. Так, не перетаскивается в этот раз, чего-то не хочет. Ну, давайте его добавим тогда на диск D и через диск D найдем. Ну, всякое бывает, да, все, я его переправила на диск D. Так, минутку. Так, папки назначения. А, уже есть такой файл. Так, отлично. Просто два раза, да. И вот тут вот я уже выбираю этот диск D. Диск D, и в самом низу, скорее всего, этот ролик уже будет. Вот, видите, прогрузилась. И вот он сконцентрируется на результате. Я нажимаю открыть и, допустим, пишу, да. Новинка, новинка, порошок с биоэнзимами. То есть, я переименовываю порошок с биоэнзимами. Забыла, как слово пишется, прошу прощения. Так, порошок с биоэнзимами. Видео было отклонено, не знаю почему. Вроде бы все обработано. Ну, бывает такое, да. Давайте еще раз попробуем любое другое видео добавить от компании. Да, тут, в принципе, у меня много всяких видео, да. Вот, видите, тут всякие-всякие, да. Вот я выгружаю. Давайте вот это же еще раз. Такое видео уже... А, такое видео у меня уже есть просто, да. Ну, в общем, вы поняли, да. Вы тут переименовываете обязательно. Просто я это видео уже, значит, грузила на свой YouTube-канал. Из-за этого повторно. Но идет, и из-за этого его отклонили. Да, ну, все понятно. Скажите, пожалуйста, есть вопросы? Костя, вот смотри, что я сейчас имею в виду. Вот эти вот общие рекламные ролики, компания за, чтобы вы их распространяли, понимаете. Вот именно, да. А вот если вы берете ролики бьюти-блогеров, за которые они денежки зарабатывают, то это плохо, и они пожалуются, и YouTube-канал заблокируют. Нет, конечно, это не наши ролики, но этими роликами можно разбавить свой YouTube. Да, нужно знать, что брать, что не брать. Если вот, допустим, ты не знаешь, что можно взять, да, лучше всего посоветоваться, конечно, со своим директором, да. Если ты хочешь взять какой-либо чужой ролик, то нужно обязательно видеть, если он создан не от компании и создан кем-то из директоров проекта, то, конечно, у директоров проекта нужно сначала спросить, можно ли, да. Вот, можно ли у вас взять ролик, и для каких целей вы его хотите использовать, и для каких целей вы его хотите взять, вот. Скажите, пожалуйста, вот, значит, вот оттуда вы можете грузить, скачивать, сколько вам захочется, да, то есть, Фаберлик ТВ, я думаю, что да, я думаю, что можно, мы оттуда тоже скачиваем, только самое главное переименовать. Иногда никто не жалуется, а канал YouTube блокирует, да. Вот, и, конечно же, дорогие коллеги, все, что я вам хотела рассказать, я вам сегодня рассказала. Если вам что-то непонятно, просто меня послушайте и делайте так, как мы говорим, это забота о вас, чтобы у вас, грубо говоря, не было потом проблем, да. Допустим, вы раскрутили канал YouTube, у вас там уже просмотров там по 40, по 50 видео, да, у вас, к примеру, уже там подписчиков 200-300, это уже ваш YouTube пошел в гору, раз, вас заблокировали, вот, чтоб такого не было. Ролики по акции новичка, я думаю, Олечка, можно. Оля Дубяга, она не пожалуется. Оля Дубяга и Елена Потанина, они точно не пожалуются. Да, из-за них я ручаюсь, девочки дорогие, вот, на самом деле, они такие умницы, они не будут ругаться, не будут там, да, то есть, они будут рады, если их работа принесет вам, да, если их работа принесет вам результат, они будут этим только гордиться, да, ну, видите, как бы, ну, молодцы, молодцы. Да, и мы с вами разговаривали о создании базы для работы в пятой части, и вот, что мне бы хотелось вам сказать. Я сделала акцент вам на то, что нужно создавать странички, и обязательно по одной в каждой соцсети в день. И база для работы у вас будет создаваться классная. Первый день вы потратите, может быть, минут 20, чтобы создать все четыре странички, оформить их, постараться раскрутить еще что-то. На второй день у вас уже намного меньше будет уходить времени, да, меньше будет уходить времени на раскрутку и так далее, и так далее. И мы с вами уже, что называется, начинаем набивать руку, да, вот. Да, они говорят, берите в работу, да. Конечно, не будет, Костя, нет, нет, нет. Если вы рассылаете ролики директоров проекта, это нужно даже рассылать, да, и директору это плюс копилочку в просмотр, и, конечно же, ваши новички будут обучаться. Это очень важно, да, обязательно нужно рассылать о продукции, о новинках, Костя, все правильно. Задавай вопросы, если что-то непонятно, очень хорошие у тебя вопросы, и, скорее всего, в головах у многих новичков они сидят, но мы их не обсуждаем, да. А вот вы задаете вопросы, и другие видят ответ на этот вопрос, очень важно, задавайте обязательно как можно больше вопросов. Пусть мы с вами пойдем медленнее, но качественнее, а качество это, конечно же, очень хорошо влияет на дальнейшее качественное количество, да, вы с вами должны понимать. Вот. Значит, что мы с вами дальше, о чем поговорим, да. Если мы с вами будем создавать по одной страничке в соцсетях каждый день, то у нас с вами за неделю, да, получится 28 страниц, да, в различных соцсетях, за месяц у нас с вами получается 120 страниц, да, и вы будете тратить на это всего лишь 15 минут в день, а базу для работы вы создадите мощную, классную, хорошую. Поэтому не жалейте времени на создание базы для работы, чтобы вы могли потом хорошо работать, да. И, конечно же, чтобы вас не блокировали в соцсетях, все фотографии должны быть разные, меняйте код. И в последнее время, да, я вот очень часто, сейчас я вам покажу любую фотографию абсолютно, да, я ее могу просто даже через PowerPoint поменять, да, и мне это так легко. Блокировок бояться не нужно, странички – это расходный материал, который, в принципе, нам не так и важен, самое главное их создавать побольше и все, да, то есть, грубо говоря, мы с вами ездим на работу, да, вот кто ездит на автобусе, на такси на работу, на метро, еще что-то, да, мы с вами каждый день тратим на проезд, и то место, где вы работаете, вам этот проезд не оплачивается. Все равно странички – это, грубо говоря, наш проезд, это наш расходный рабочий материал, и относиться к нему надо так, как вот не надо беречь, не надо бояться, ничего не нужно, просто вот работайте спокойно. Заблокировали, создали новую, да, то есть, не должно быть у вас проблем и расстройства. Давайте, значит, как еще можно поменять формат фото, да, я, к примеру, вот я открываю любую фотографию, давайте я возьму, ну, вот, допустим, это свое фото, и я не только могу переименовать, да, вот эту фотографию, я ее могу, к примеру, вот, давайте я вам покажу, как переименовываю, да, допустим, Аня Кононова. Следующую фотографию я уже могу, допустим, как-то по-другому назвать, да, то есть, опять-таки, можно просто буквами, да, то есть, как вам захочется, и еще вот есть такая фишечка, открыть с помощью Point, и немножечко ее растянуть, она уже получается совершенно другая, да, сначала мы уменьшаем, потому что тут непонятно, кто где, да, и, к примеру, вот, немножечко вот так раз, сделали ее поменьше, и уже закрыли, тоже уже фотография другая, и вот такие одинаковые, как будто бы фотографии, их можно ставить на разные странички, на главные фото, да, а если же вы это ничего не сделали, то фотографии у вас получаются одинаковые, и представьте, в итоге у вас 20 страниц с 20 одинаковыми фотографиями, если у вас одна страничка морозится, то, ну, конечно, странички дешевле, чем проезд, это, конечно, да, то у вас одна страничка, допустим, ну, возьмем, к примеру, соцсеть ВКонтакте морозится, и вдруг ВКонтакте начинает определять, что у вас еще вот куча вот этих вот страниц, которые, они реально одинаковые, да, и вот они начинают понимать, что это тоже ваши фотографии, и пошло-поехало, и вас начинает по цепочке блокировать все страницы, а это тоже, как бы, такая, можно сказать, такая ошибка на начальном этапе, да, то есть, или, к примеру, мы с вами на одну и ту же страничку ставим наши лендинги, да, давайте посмотрим лендинги, да, то есть, оформление страниц это очень-очень важно, да, к примеру, вот наш лендинг, вот на него ссылочка, мы с вами все знаем, что у нас есть сократители ссылочек, они есть в моих шаблонах сообщений для новичков, я их сразу туда на самый-на самый верх поставила, так, где-то Коля говорит у нас, наш Коля Андрейка где-то заговорил, да, вот, так, подождите, где у нас шаблоны сообщений, что-то я как-то вот потеряла, шаблоны сообщений, вот они, давайте я их вам на всякий случай скину, там есть сократители ссылочек, да, вот, сейчас пошлю, вдруг у кого нету, то используйтесь сократителями ссылочек, обязательно, вот, и что тут самое интересное, о чем мне вам хотела сказать, да, вот тут внизу есть сервисы для контакта, сервисы для еще для чего-то, да, то есть вы можете пользоваться этими сократителями сервисов, да, вот, к примеру, давайте возьмем любой из сервисов, да, и мы с вами сейчас копируем вот эту вот ссылочку, вставляем ее, то есть сайт у вас один, а сократить легко и просто, вставляем, нажимаем сократить, вот она наша ссылочка новенькая, и вот эту ссылочку, она уже новая, и она не спамится, да, а вот если вы, допустим, на каждую свою страничку будете ставить вот именно такие ссылочки, то у вас будет все хорошо, но они должны быть разные, то есть вот вы вот сделали один раз на одну страничку, опять вставляете и опять сокращаете, да, и у вас уже другая, то есть ссылочка получается, или сокращаете вот эту именно ссылочку, да, то есть на каждой страничке должны быть разные, обязательно, да, сократить, вот третья, пожалуйста, и они все, обратите внимание, да, вот куда бы мы ни вставили, да, эту ссылочку, да, они все, Enter, сейчас нажмем, они все переадресовывают нас на командный сайт, вот этим нужно обязательно уметь пользоваться, это очень-очень важно, ВКонтакте, ну ВКонтакте я вот пользуюсь любыми сократителями ссылок, я не обязательно пользуюсь только для ВКонтакта, так опять Коля у нас заговорил, да, не обязательно ими пользоваться, а свой сайт просто в личную информацию вставлять, Ольга, попробуйте, у меня стоит ссылочка на мой сайт, в личную информацию на моей страничке, и со страничкой все в порядке, да, со страничкой все в порядке, конечно, очень важно, когда вы что-то постите, обязательно делать так, чтобы вы не, ну в общем, чтобы вас не блокировали, я вам рассказала, что нужно делать, и еще, конечно же, вот самое интересное, это создавать по одной страничке в каждой соцсети, кто-то говорит, можно создавать не больше шести, кто-то не больше двух, кто-то говорит, я 15 штук в день создаю, вы знаете, я никогда так много не создавала, и меня никогда так много пачками не блокировали, один раз я это сделала, еще давным-давно, еще в прошлой компании, когда работала, мне этого хватило, и сейчас меня, ну одну страничку там раз в три месяца заблокируют, и то не каждая, не каждая, да, вот, а свой сайт просто в личную информацию вставлять, ВКонтакте только один, я всегда пользуюсь, тогда блок-прокладку не делать, можно блок-прокладку, Танюш, реально не делать, очень приятно тебя видеть на моем вебинаре, как здорово, да, блок-прокладку, на самом деле, я уже последнее время, я ее не делаю, у меня заблокировали ссылку через сократитель, можно другой сократитель взять, третий, четвертый, пятый, где заблокировали ссылку сократитель, то, конечно, тут обязательно нужно пользоваться абсолютно другим сократителем, вот, и, конечно же, ага, Костя, да, вот, я ставила в статус, ну, вот, как вы видите, у меня все в статусе стоит, но странички старенькие, новые странички, такой интенсивной рекламе, как старенькие, они не подлежат, тут, конечно, надо в основном, личной перепиской брать людей, да, с новеньких страничек, и потихоньку, потихоньку их начинать раскручивать, а с брендовых страничек, вообще стараться очень осторожно что-то делать, обязательно с разными ссылочками, и никаких повторений быть не должно. за то, что я делала репост, Леночка, может такое быть, может такое быть, если бы ты этот репост скопировала бы, перевставила, да, поменяла бы там русские буквы на английские, да, может быть, ты бы ссылочку на тот материал, который постели, пропустила бы через сократитель ссылок, то есть проделала бы вот эту вот двухминутную работу, тебя может быть бы и не сократили, не заблокировали, понимаете, понимаете, нужно быть очень оригинальными, очень оригинальными, и нужно обязательно, ну, как бы, да, стараться вот так делать, за переписку. Ну, да, вот видите, я вам говорю, что рабочий материал, странички, не жалейте их, наша цель с вами директор, потом драгоценный директор, мы с вами будем намного больше зарабатывать, чем на работе по найму, и нужно обязательно понимать, что тут вы, грубо говоря, вы ничего не теряете, да, то есть вот этот вот расходный материал, не надо его жалеть, потому что, когда мы с вами раскрутимся, когда мы с вами будем уже в более высоком статусе, нам уже не надо будет так много рекрутировать, вот лично мы сейчас, мы можем себе позволить не рекрутировать, но просто мы хотим давать вам полезную информацию по тому, как рекрутировать, как общаться, как работать, да, вот это вот очень важно. В переписке не употребляйте стоп-слова. Что за стоп-слова, Виталя? Поясни мне. В фейсбуке, да, в фейсбуке не банят, там все хорошо. Так, прошу прощения, у меня тут девушка пишет, не обращайте внимания. Вот, значит, вот таким вот образом мы с вами работаем плавненько, аккуратненько и не перегружаем странички. Еще бывают такие случаи, что у людей, грубо говоря, не меняется IP, и они немножечко в растерянности, как работать, если странички начинают морозить. Таких случаях я советую отрабатывать, допустим, три странички в Одноклассниках, три странички ВКонтакте, три странички в Фейсбуке, три странички в Инстаграме, и у вас уже начинает появляться какая фишечка, да, что вы отработали много, но вы со страничек не более чем с трех, с одной IP, а обошли 12, да, поэтому нужно учиться работать во всех соцсетях потихонечку. Типа Фоберлик, работа, регистрация и другие, это стоп-слова. А, ну да, их надо шифровать, конечно же. Еще, да, ВКонтакте есть такие фишки, как хэштеги. Так вот, дорогие коллеги, хэштеги больше 10 штук, если вы поставите больше 10 хэштегов, у вас просто не будет искаться в поисковике этот пост. Поэтому знайте об этом, я об этом узнала только позавчера, и хочу, чтобы тоже знали вы. Поэтому, если у вас много в посту хэштегов, да, лучше всего хэштегов 5, 6 и не больше. Конечно, есть видео, все есть. Оля Пенина пользуется моим шаблоном переписки, она вышлет. Видео, как работать именно техника, конечно, есть. Конечно, это все есть, 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 есть. Вот. Видео, кстати, очень много, опять-таки, я вам бы хотела сказать. Вот. Ну что ж, и, значит, все я вам, по-моему, показала, да, и возвращаемся с вами к презентации. Где взять это видео? Напишите во вкладочку «Вопросы». Ага. Так, Леночка хочет планерки вести, да, Лен, выпишу тебе ссылочку, напомни мне. Да, напишите во вкладку «Вопросы», в конце вебинара я вам выберу. Нет, это и хэштеги Оксана Самарская, хэштеги, это ВКонтакте, больше десяти. Больше десяти уже нельзя. Я могу открыть доступ, Александр. Я сейчас после вебинара вот сделаю себе пометочку и открою доступ. «Принять ныбичку» в группе. Оставил заявку, отлично. Отлично. Леночка, в личку еще раз напомни. «Принять ныбички». Ну и, конечно, давайте будем с вами смотреть трезво на вещи. Почему мы вас так интенсивно учим создавать странички, учим работать с этих страничек, учим ставить посты, учим постить эти посты, учим вас писать в личные сообщения и так далее, и так далее, да. То есть учим вас работать через группы, через личные сообщения, через города и так далее. Видео создано много всяких, но вы можете выбрать именно то, что вам нравится, да. Свой способ общения, свой способ рекрутинга, еще что-то, да. И, конечно, вот эти вот сообщения, которые идут в шаблоне сообщений, вы должны понимать, что они у нас с вами обычные, да. Они обычные. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Я ее отключила. Конечно, их нужно немножечко видоизменять, да. То есть вот это вот, да, здравствуйте, да. Я менеджер компании «Фоберлик», у меня для вас 4 интересных предложения, да. То есть вы можете посылать такие сообщения, да, но также вы можете и посылать какие-либо другие сообщения, да. К примеру, «Здравствуйте, спасибо, что приняли дружбу, меня зовут Такта, разрешите с вами познакомиться». То же самое картинки «Здравствуйте, спасибо, что приняли дружбу». Можете по имени человека называть, да. То есть когда вы начинаете с имени человека сообщения уже немножечко кажется другим, да. Конечно, обратите внимание на то, что тут уже дается текст, который переименован, да. Допустим, интересное предложение, дисконтный покупатель, да. Я меняю тут все русские буквы на английский. Допустим, слово «подарки», которое оно и спамное, да. Я пишу тут английскую «п», да, в английской «п», да. Вот, и, конечно же, какой вариант вам интересен. Никогда не нужно в этих сообщениях извиняться, да. «Здравствуйте, извините за беспокойство, я хотела бы вам написать, что я могу предложить вам работу». То есть смотрите сами. Во-первых, мы с вами идем с уверенностью в соцсети с какой, да. То есть мы с вами, все, кто пришли на проекты, и все, кто к нам придут, можем через некоторое время, да, кто-то через месяц, кто-то через полгода зарабатывать несколько раз выше свою зарплату, чем на работе по найму, да. Компания нас обеспечивает всем. У нас с вами есть бесплатная бухгалтерия, у нас с вами отличная настроенная логистика, у нас с вами просто великолепный интернет-проект, где один за всех, все за одного, да. Компания нам простилает путь новинок, простилает путь именно подарками, да. То есть нашим новичкам очень легко стартовать в нашем бизнесе, потому что наши новички, они обеспечены всем необходимым, и если они изучают все акции, все подарки и понимают привилегии бизнеса, то у них очень легко. Скиньте ссылку на ВК, подписаться на эту группу. И уже заказ оплатили. Отлично, отлично. Вот. Значит, я, конечно же, вас сейчас, так, минуточку шаблона сообщений, призываю, конечно же, эти сообщения немножечко видоизменить, конечно же, заточить их под себя, что вам хочется, да. Тут есть и второй, и третий вариант, и четвертый вариант. И, конечно же, создавать свои именные картинки. Обратите внимание, что там вверху есть видео, то ли дубяги, как создавать свои картинки. И далее тут идет внизу блок важных советов, да. То есть, смотрите, если вы с сайта прогрузили ссылку в Фоберлик, то человеку, который не зарегистрирован, когда вы даете ссылочку в Фоберлик, то он у вас может сделать ноги куда-то, да, под какого-нибудь вип-консультанта. Если же вы скидываете со своего блога каталоги, или же вы будете скидывать вот эти вот ссылочки, да, допустим, каталог Киргизия, да, вы сбросили, и там уже все цены Киргизии. Далее обязательно вам нужно, что еще сделать, да. Вот очень многие забывают про обратную связь. Вот если вы отправили первое предложение о работе, и потом вам человек ничего не ответил, такому человеку можно ничего не писать. Если же у вас человек попросил посмотреть видео, с вами попереписывался, может быть, вы с ним пообщались через видео, да, созвонили с ним или еще что-то, да, до регистрации уже. И лидер думает, вот тут вы уже можете пользоваться хотя бы вот такой вот обратной связью, да. То есть, здравствуйте, вы посмотрели видео, изучили, регистрация бесплатная, будем работать, да. Или там, здравствуйте, вы посмотрели видео, вы желаете экономить на покупках, регистрация бесплатная, еще у нас дарят подарочки. Я вам рассказывала, знак вопроса, да, подарок для новичков по каталогу, да, номер 10. Так, тут поменяла я, не поменяла видео, кстати. Все хорошо, да, то есть, вот таким вот образом. И получается, что тут уже у вас тоже путь проделан, нами немножечко продуман для вас, просто немножко видоизменяйте текст, не нужно одинаково писать, да. И обязательно самое важное при общении понимать, вот это самый минимум, который у вас уже будет работать, если вы будете относиться к людям по-человечески, да. То есть, никогда не закрываем за собой двери, да. Человек может надумать и через неделю. Если вам ответили нет, вы должны ответить спасибо за ответ. Если вдруг передумаете, буду рад или рада выслать вам свое подробное, видео о подробностях, да, или все подробности о работе, или еще что-то. Конечно, не надо забывать, что эффект от работы накопительный. Вы начинаете работать со страничек, и примерно дня через три у вас может быть уже первая регистрация, да. У вас может быть первая регистрация, а потом, значит, вторая регистрация на следующий день, третья регистрация. И вы решили, раз у вас по одной регистрации в день, то можно прекращать регистрировать. Какое-то время вам еще регистрации пойдут, потом вам заново нужно набирать накопительный эффект, если вы хотя бы один день сделали перерыв в рекрутинге. Вот это важно понимать, и так работают все, и эта статистика работает для всех, и, конечно, знаете об этом, да. Обязательное правило обращения к человеку на «вы». Очень часто, когда я рекрутирую в соцсетях, мне тыкают, мне это уже неприятно, потому что незнакомый человек пишет, он не тыкает, и вы никогда не тыкаете человеку, даже если вы видите, что он у вас младше, да. К примеру, вы уже женщина, да, допустим, 50 лет, и вы пишете девушке 20 лет. Не надо тыкать, нужно относиться как партнер к партнеру. Партнер к партнеру всегда относится на «вы», пока отношения не перестают, ну, как бы быть холодными, когда они становятся более теплыми, вот тогда вы переходите уже на «ты». Вот я вам честно скажу, у нас с директорами, да, у нас все отношения на «ты», с топ-лидерами все отношения на «ты», то есть у нас нет проблем с этим, да, но первое ваше обращение должно быть всегда на «вы» и всегда с имени, да, и всегда заканчивайте свой текст вопросом. Если вы, допустим, пишете «здравствуйте», да, уважительно, Анатольевна, вот, если вы, допустим, так, минутку, ушла мысль, ушла мысль, да, если вы, допустим, пишете без вопроса на конце, то вопрос на конце, он очень важен. Чем он важен? Тем, что это уже больше прибавляет шанса, что вам ответят, да, и, конечно же, я вам сейчас скажу статистику моих новичков, это 300 человек охвата и примерно одна, максимум две регистрации. Есть, конечно, новички, которые отправляют всего 20-30 сообщений, они с каждым человеком работают, они очень много регистрируют, но там уже идет не количество обойденных людей, а качество самой переписки, да, есть в нашей структуре новички, которые не боятся позвонить, да, то есть человек заинтересовался, о, отлично, вам удобно сейчас разговаривать, да, если человек говорит «нет», новичок скидывает видео, если человек говорит «да», то мы уже звоним, да, то есть очень много заготовочек у лидеров в тетрадочках, да, то, что нужно говорить, как презентовать, презентовать это очень просто, да, вот. Вот, так, работа с возражениями, да, работа с возражениями, у кого хорошо настроено, это, конечно, просто великолепно, да, конечно же, посмотрите основные ответы на работы возражений в этом же шаблоне сообщений, почитайте, все изучите, может быть, под себя как-то видоизмените. Самая главная ошибка, конечно, лидеров, когда текст меняется до неузнаваемости, и он на поллиста, когда мы начинаем перечислять в первом предложении всю продукцию, все возможности, все-все-все, и вот эту вот петицию на поллиста, я не знаю, дай бог, если прочитает хотя бы 1% людей, которому вы выслали сообщение, да, поэтому, конечно, можно, Танюша, конечно, можно, нужно, обязательно, да. Кратко, сестра таланта, не нужно занимать у людей много времени, вот если человек заинтересовался, да, вот, к примеру, человек вам ответил, нет, спасибо, я не хочу, я уже пробовала, все, у вас есть уже возможность отработать это возражение, знаете, человек вам объяснил, почему он не хочет, если он уже с вами пошел на контакт, и вы ему, конечно, пишете, Елена, спасибо, конечно, за ответ, но где вы пробовали, в каком проекте вы пробовали, в какой компании вы пробовали, если лидер с вами, человек, да, пошел с вами на контакт, вы уже ему там предлагаете или созвониться, или вы ему через микрофончик голосом рассказываете что-то, или просто посылаете видео, да, ну, смотря, вот, если я ночью рекрутирую, со мной рядышком мой ребенок спит, понятно, что я посылаю видео и предлагаю созвониться на следующий день, да, то есть качество людей, которые мы обрабатываем в работе, оно очень разное, да, у кого-то с одного охвата, да, с охвата 300 человек может быть 20 регистраций, да, а у кого-то может быть одна, потому что кто-то просто пользуется видео, кто-то, ну, менее человечно относится, и тогда, конечно, те, кто просто пользуется голым текстом, кто пользуется голым текстом, тут, конечно, важно понимать, что вам нужно делать охват, не 300, а 600 человек, чтобы у вас была одна регистрация, а те, кто каждому человеку работает с возражениями, как-то вот общается, еще что-то, да, то есть идет на встречу, задает какие-то компроментирующие, интересующие, да, потенциального, да, вашего будущего партнера вопросы, то это, конечно, очень важно понимать, что вы намного больше, с меньшего охвата найдете людей, и активность на страничках будет просто великолепной, и вас практически перестанут морозить и блокировать. Нет, просьба не беспокоить, да, пишите, прошу прощения за беспокойство, да, то есть все, да, тоже можно как бы, да, я обязательно пишу, и иногда лидеры, вот если я, понимаете, я не люблю закрывать за собой двери, если мне ответили хотя бы нет, я уже знаю, что мне написать. Если мне попросили не беспокоить, я пишу, прошу прощения, человек уже понимает, что вы тактичный, культурный человек, тактичный, культурный, и вы оставили дверь открытую за собой, да, то есть это тоже важно, заготовьте вот эти вот себе маленькие текстики, и просто копируйте и вставляйте на отказы, и у вас уже будет лучше, да, к вам. Вот иногда вот на такие ответы, да, там, нет, мне интересует, и не пишите мне, я пишу, прошу прощения, они на следующий день пишут, а можно узнать подробнее? А можно узнать подробнее, потому что вы не достаете лидера, ой, человека, простите, почему-то лидер, лидер, все в голове. Вот тут вот тоже важные такие есть психологические моменты, не доставать людей, и они пойдут к вам сами. Да, приятный шлейф после себя, Наташа, спасибо большое, вот очень важен вот именно вот этот приятный шлейф после себя, да, вот прям в 100% верно подмечено. Можно, Саш, можно просто созвониться с человеком. Машенька, мы делаем сообщение 7, то есть мы работаем по методу распоповых, нам очень нравится этот метод, мы работаем по своему методу, по методу распоповых, и вы знаете, неадекватные, они встречаются везде, вот вы знаете, я 10 лет торговли отработала, вот знаете, люди, грубо говоря, воруют водку, и когда ты их ловишь с этой водкой, и говоришь, оплатите или верните, там еще три этажа матов, где гарантия, что вам такой человек неадекватный не попался. Вот у меня год назад была регистрация, я до сих пор смеюсь, вспоминаю, мне дал человек данные, паспортные, все, я говорю, паспорт не нужен, берите, берите. На следующий день он мне звонит и говорит, я вам отдал все, все свои данные, вы там, наверное, кредит на меня взяли, и машину на меня в кредит взяли, и квартиру взяли, дайте мне на 100 грамм. И тут я понимаю, господи, кого я зарегистрировала, да? То есть вот всякое бывает, в соцсетях всякие люди попадаются, тоже не стоит брать негатив на себя, просто говорите, прошу прощения, еще что-то. Если лидер, простите, если человек, которого вы попытались зарекрутировать, вам все равно грубит, но черный список никто не отменял, вам некогда переписываться, вам некогда негативить в ЧАЭС, и на следующую страничку пошли. Кость, на самом деле от энергетики очень много зависит. Вот у меня одна девчонка в чате пишет, в чате, в веточном чате, не в общем пишет, ой, мне все грубят, сил нет, а как работать, все грубят, я сажусь, я уже жду, что мне нагрубят. И другая ей пишет, слушай, я, говорит, 3 месяца рекрутирую, и вот я уже на 12% скоро выйду, и мне нагрубили всего 2 раза. Почему тебе так много грубят? Да, во-первых, пересмотрите свои фотографии. Может, вы там смотрите такая сердито или сердито из-под лоби, и понятно, что вы у людей ассоциируетесь с чем-то отрицательным. Так ведь? Пересмотрите свои фотографии, ясный, четкий, добрый, открытый взгляд, смотрящий гостю вашей странички в глаза. Это тоже очень важно. Фотографии, они играют огромную роль. Ну, пусть, конечно, по запугивают полиции. Ничего страшного, у нас все официально, у нас все законно, у нас все легально. Налоги мы все платим. Мне очень тоже часто говорят, что ой, у тебя там на вас налоговую накарку, ой, у меня муж военный. Ну и что? У меня тоже в семье есть военные, и у мужа брат вообще старший прапорщик ФСБ. Ничего страшного, у него жена работает нормально, жене работать можно. Даже жене старшего прапорщика можно заниматься сетевым маркетингом. Поэтому я не вижу тут никаких предрассудков, ничего. Те, кто говорят про полицию, ну пусть, а вдруг вы полицейского зарекрутируете. Да. Вот, Светочка, я вам на самом деле говорю, у кого какая энергетика, зачем вы ждете грубость в соцсети? Зачем? Зачем вам это ждать? Будьте позитивны, и сама дорога у вас будет ровнее. Тоже в торговле, да, Анастасия? Как я понимаю? 10 лет вот мы отработали, боже, 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 ты мой. Я еще была заведующей, так это вообще кошмар. Не знаю, что им дать, как их подкупить, какими словами, чтобы они только ничего не писали, никаких жалоб, хотя и сами виноваты бывают. Вот тут вот это, это вообще-то, что-то с чем-то. Я вот как вспомню, так думаю, боже мой, как хорошо, что я тут, как хорошо, что из декрета на работу не вышло. Думаю, спасибо, Господи, за то, что ты мне послал этот бизнес. Хотя я раньше не верила в сетевой маркетинг, но вы знаете, я сейчас ярая его поклонница, и сами видите, почему. Конечно, жены полицейских тоже пользуются. Да и сами полицейские, извините меня, и бреются, и моются, и одежду им стирают. Но тут, конечно, если настроение постоянно плохое, то вот прям грузите мотивацию на YouTube, да, и прям смотрите все ролики подряд. Себя тоже нужно уметь мотивировать и не забывать цель. Цель не забыть, это самое-самое важное для нас. Ну что ж, дорогие коллеги, наше с вами время, наше с вами полчасика вышли. У нас с вами вебинар продлился 45 минут 17 секунд. Вот, 46 скоро будет. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы, и мы с вами уже в среду дальше с вами продолжим. Значит, я сейчас на презентацию, да, Молчунов много, их, конечно же, много, да, на одного человека, ответившего у вас будет как минимум 10-20 молчунов. Это тоже нормально. Что у меня, что на меня, что у меня статью и поздравила меня с этим. Ну пусть, пусть, Дашенька, не переживайте. Хорошая мотивация. Нет, девочки, я не стараюсь, мальчики, дорогие, вас сейчас мотивировать. Почему? Потому что я просто вам рассказываю то, как я начиналась, с какими я возражениями сталкивалась, что мне тоже какие-то моменты, они были тяжелые, какие-то моменты мне давались легко. Но единственное, что я вам хочу сказать, что сетевой маркетинг – это легко. Это, как вам даже сказать, это одно и то же. Самое главное – понять его. И дальше у вас будет одно и то же. Одно и то же. И вы на самом деле даже вот удивитесь тому, что через год у вас будет одно и то же, и просто растет ваша зарплата. Вот честное слово. Ну что ж, давайте посмотрим вопросики. Так, видео, как работать в Фейсбуке. Так, видео, как работать в Фейсбуке. Поехали. Так, сейчас я остановлю запись сначала. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует...